Здравствуйте, все дети! Нас зовут художники Елена Ильичёва и Владимир Ильичёв. И мы продолжаем с вами так называемые Леонардовские игры. Это для тех людей и для тех детей, которые хотят стать творческими, которые хотят стать умными, которые хотят сделать свою жизнь очень интересной. И вот продолжаем рассматривать эту книжечку. Допустим, вот птичка на таких тяжелых лапках. А давайте мы её превратим в другое животное. Сначала хвостик ей другой сделаем, да? О, задняя часть от коровы. А теперь попробуем голову ей заменить на какое-то другое животное. Смотрите, голова мышки, да? И получилось у нас какое-то фантастическое животное. Так, теперь попробуем вот что заменить. О, голова мышки. Середина туловища тигр. Задняя часть коровы. С этой книжечки мы всегда будем начинать с вами фантазировать. Вот она какая красивая эта книжечка. Сегодняшнее занятие мы посвятим с вами башне. Вы все играли когда-то в кубики. Вот давайте мы нарисуем кубик, да? Который был лучшим другом вашего строительства. Вы всегда из кубика что-то строили. Ну, что самое главное у человека? Это его имя. Сегодня мы из имени, допустим, мальчика зовут Артур. Построим башню, да? Давайте буква А устойчивая и хорошая, да? Ну, чтобы она стояла хорошо на плоскости. Сделаем ей теперь освещение справа и сверху. И сделаем устойчивую теньку. Так. Вот. Это первая буква имени мальчика. И она является как бы таким фундаментом нашей башни. Вторая буква Р. Давайте поставим букву Р на букву А. Она тоже как второй этаж дома, довольно-таки тяжеленькая, да? Вот она. И давайте тоже ей дадим маленькую теньку, которая будет доказывать нам, что любая буква может стать кубиком. Вот еще толщиночку вот такую. Арр. Теперь буква Т. Она чуть-чуть меньше, потому что она уже как третий этаж. Вы понимаете? Чем выше наша башня, тем тоньше и мельче наши кубики. Почему? Потому что мы вверх смотрим, да? И вот здесь уже можно нижнюю часть сделать толщиночки. Но все равно она еще такая тяжеленькая. Это буква Т. Арр. Тур. Теперь буква У еще меньше, да? Вот уже видите, какое строение хорошее. Давайте какой-то палочкой подопрем это строение, допустим. Ну, какой-то, знаете, как будто бы держит какая-то палочка это строение, чтобы оно не упало, так? Пошли дальше. Буква У еще меньше будет, давайте. О, и она уже такая, знаете, еле видна, потому что она ушла в перспективу, в небо, высоко в небо. Но все равно у нее маленькая тенька вот такая, 2-3 миллиметра. Вот она. И последнюю буковку мы напишем лежачую. Знаете, нам интересно все-таки, что Леонардо да Винчи всегда привносил в логические рассуждения какого-то сюрреализма, как чего-то необычного. И давайте мы последнюю буковку Артур сделаем лежачую. Пусть лежит и пусть будет маленькая и засыпает там. Вот она. Артур. И, конечно, у нее маленькая будет собственная тенечка такая. И она себе спокойненько спит там, да. Ну, чтобы не рухнула наша башня, давайте мы еще сделаем одну подставочку в виде такого, знаете, какого-то такой тоненькой палочки, которая не даст упасть. И вот вы каждый возьмите и напишите свое имя, выстроив его в башню. Помните, что самая первая буква, она большая и самая нижняя. Так? Потом меньше, меньше, меньше. И та ушла в облака. То есть вы сможете всегда рассчитывать на то, чтобы вы в итоге выберете профессию архитектора и будете строить высокие здания, стоэтажные здания. Потому что вы в детстве привыкнете делать слова, выстроенные в башню. Спасибо. 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 Спасибо.